По словам сотрудников спасательного департамента, огонь все чаще уносит жизни пожилых людей, которые в силу своего возраста могут быть не только рассеянными и забывчивыми, но и не всегда могут свободно передвигаться. Так, например, вчера около четырех часов дня в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в поселке Сак у Харьевского уезда, где из задымленной квартиры соседи вынесли пожилого мужчину. Почти в то же время поступило и другое сообщение, но теперь уже о пожаре в столичном жилом доме на улице Майка, где загорелся матрас в квартире четвертого этажа. В этот раз из квартиры вынесли лежавшую в горящей постели пожилую женщину. Спасатели просят молодых людей не оставаться равнодушными и помочь своим родителям в установке дымовых датчиков. Датчики лучше всего устанавливать в коридоре между комнат или в зале, то есть в центральной комнате. Ни в коем случае в ванной и ни в коем случае на кухне. Напоминают спасатели и о том, что любую интересующую информацию на тему пожарной безопасности можно получить, позвонив на инфотелефон спасательной службы по номеру 1524. Но протестировать свое жилище на пожаробезопасность можно и в интернете, ответив на простые вопросы анкеты. У нас есть тест на русском языке на странице коду tolegotox.ee. Там люди отвечают на вопросы, какова у них обстановка в доме, и в итоге получают анализ, насколько их дом пожаробезопасен. Спасатели не устают повторять, что дымовой датчик мог бы стать и прекрасным подарком на любой праздник. Так почему бы не подарить его на Новый год вместо никому не нужных безделушек? Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.